Казахский национал-патриоты снова против российских испытательных полигонов. Повод для этой пресс-конференции – очередной запуск ракеты «Протон» с гептилом на борту, который намечен на 17 сентября. Министр Копаров сказал, что приостановлены будут запуски. Но нет, всё равно запуск объявляется. Поэтому 15 сентября я знаю, что в Кызлороде подана заявка на демонстрацию в районе Туритама-Байконура. Мы сделаем всю возможность, чтобы принять участие в этом мероприятии. Но пора прекращать. Если мы это дело не остановим, это дело всем нашим детям останется. Сетевой активист от нацпатов Айдос Сарам возмущен позицией правительства. На Байконуре сегодня не действуют казахстанские законы. Значит, не работает и экологический кодекс. Зато работает закон политэкономии. «Мне кажется, вопрос нашей чести. Мы, думаю, спокойно можем прожить без этих, сколько там, какие-то деньги платят небольшие. Мы посчитали, получается, один гектар не более 200 тенге. У нас даже в той же самой Казардинской области, которая признается зоной экологического бедствия, один гектар земли без всякой инженерии и подготовки земли стоит 2000 тенге». Эти граждане намерены создать коалицию в защиту казахской земли. Как основа – опыт движения «Невада-семей». «Здесь речь идет при создании такой коалиции не о том, что она против какого-то государства. Абсолютно. Здесь речь идет о здравом смысле, об интересах Казахстана. Долгосрочных интересов, прежде всего, экологического плана. Согласно которому не арендатор диктует условия, как быть и чему быть, а арендодатель как законный хозяин этой земли». Через несколько дней в Астане пройдет международная научно-практическая конференция на тему перспектив закрытия российских полигонов. Эти заявления звучат как анонс, но пока, похоже, запуск протона с Байконура все-таки состоится в намеченные сроки.